Дамы и господа, устройство из обзора куплено автором за кровные денежки для личного пользования. А если вам мерещится реклама, срочно выключайте видео или обратитесь за консультацией к психотерапевту. Спасибо! Всем привет! Прошел ровно год с того момента, как я купил себе Sony Xperia 1 и использовал его в течение года как свой основной телефон. Этот красавец был огромным шагом вперед на фоне предыдущих смартфонов Sony. При всех недостатках Xperia 1 был не такой, как все. За это он мне и нравился. Именно поэтому я был рад покупке нового Xperia 1 Mark II, который лучше и мощнее. Новая модель сулит нам больше уникальных и оригинальных фич. Но стал ли он тем самым идеалом или все еще имеет немало косяков? Давайте узнаем. Я сразу хочу передать привет всем людям с уникальным предвзятым мнением и хейтерам телефонов Sony. Xperia 1 Mark II это нишевый смартфон и он создан таким намеренно. У него нет задачи продаться миллионами партий. Миссия этого устройства дать людям, приближенным к видеосъемке и фотосъемке, что-то приближенное к специфике их оборудования. Он не призван, чтобы заменить фотоаппарат. Его задача работать с фотоаппаратом плечом к плечу. Раскрыть его потенциал только смогут конченые задроты вроде меня. Остальные, как всегда, будут брезгливо морщить носик, не поняв, что к чему и в чем суть. Конечно, ведь если пытаться пить даже самый дорогой коньяк через жопу, на вкус он будет как говно. В общем, просто попытайтесь уважать устройство за то, что оно закрывает специфические нишевые потребности. И постарайтесь принять факт того, что весь мир не крутится только вокруг массового потребителя. А вот теперь, если вы не против, Вэл расскажет вам про характеристики и дизайн устройства. Хороший дизайн, как известно, тот, в котором нет ничего лишнего. Xperia 1 Mark II удивил определенно самым красивым и строгим дизайном за последние годы. Смартфон выглядит гармонично, дорого и серьезно. В нем нет ужасных дырок, челок, пчелок и прочих извращений в виде выдвижных камер, исторгнутых из глубина до самим сатаной в погоне за трендами безрамочности. Телефон эксплуатирует квадратные формы, и это безумно круто. Есть разъем Type-C 3.1, лоток для симки и карты памяти. Сканер отпечатков пальцев, все так же сбоку, но теперь он, как в старые добрые, совмещен с кнопкой блокировки. Проблему, которая была в Xperia 1, они пофиксили, и сканер работает лучше. Так, а что это у нас тут такое сверху? Джек на 3,5. Забавно. Сбалансированные фронтальные динамики элегантно спрятаны в вырезах сверху и снизу. По железу, конечно же, стоит топовый 865-й снаб, 8 гигов оперативы и 256 гигов UFS 3.0 памяти. Ну и, конечно же, настоящий кошмар конспиролога. Встроенная поддержка 5G, в зависимости от региона. Разве что не чипирует. В руке это чудо техники лежит суперкомфортно. Благодаря соотношению 21 на 9 телефон получился узким и удобным в использовании. Хоть и немного скользким, как и все, в принципе, стеклянные телефоны. Углы лично мне не впиваются в ладони. В плане дизайна и удобства Mark II превзошел первую версию на голову. Да, он и в руках ощущается премиально и дороже, так что придирок здесь никаких. Поговорим об одной из самых главных фич — это дисплей. Well, что у нас там по характеристикам? Sony решили не мелочиться и снова завезли 4K HDR OLED дисплей. Соотношением сторон 21 на 9. Здесь также есть режим создателя. Он позволяет смотреть фильмы и прочий контент с аккуратной цветопередачей и 100% покрытием DCI-P3 и BT-2020. Меню и интерфейс работают в 4K на постоянной основе. Присутствует и детальная настройка баланса белого. Говоря же про яркость дисплея, замечу, что он стал поярче, но до самого яркого точно не дотягивает. Дисплей роскошенный, как минимум уже за счет соотношения 21 на 9. Оно максимально удобно и из всех приложений, наверное, у меня максимум 10% не оптимизированы, что уже хороший показатель. Из очевидных плюсов видно больше информации на экране, больше сообщений, больше постов, больше информации в ленте и всего прочего. Большую часть времени мы используем телефон вертикально. Именно поэтому 21 на 9 я считаю максимально практичным. Конечно, есть и свои недостатки, адепты ютуба будут наблюдать немаленькие такие рамки по бокам. Так что вот такой минус. Но если смотреть кино и сериалы в 21 на 9, то это совершенно новый уровень с потрясающей детализацией и цветами. Как уже сказал Well, телефон постоянно работает в 4K и выглядит все это неописуемо красиво. Панель все так же 60 Гц, но теперь с режимом сглаживания. Он незначительный, но разница между Xperia 1 есть, хоть и очень минимальная. А так это точно не 90 Гц. Однако для меня разрешение как было предпочтительней, так и остается. Я всегда предпочту именно потрясающие 4К-картинки, нежели быстрой герцовки. Следовательно, если вы хотите больше Гц, берите просто другой телефон. Если вы хотите самую детализированную и красивую картинку для просмотра кино, то это однозначно лучший вариант. Хотите рыбку съесть и в кресло сесть, то ждите уже следующий Snapdragon, потому что 865-й тупо не поддерживает дисплей выше 4К 60 Гц. Главная причина, по которой стоит брать этот смартфон, это точно камера. На канале есть 20-минутное видео, посвященное только ей, со всеми тестами и примерами. В общем, если хотите фулл, чекайте ссылку в описании. А в этом обзоре будет краткая версия, но с дополненной инфой. Sony решили внедрить еще больше своих фич, объединить их с экосистемой профессиональных камер и подать больше ручных профессиональных настроек тем, кому это нужно. Смартфон получил три 12-мегапиксельные камеры, и каждая из них улучшена на фоне Xperia 1. Основная камера на 24 мм обзавелась сенсором на 50% больше. АМХ 557, который до этого ни в одном устройстве не встречался, имеет считывание в три раза быстрее, чем у того же 108-мегапиксельного сенсора, что избавляет фотки от бендинга. Апертура у основной камеры 1.7, что вполне неплохо. Вторая камера — это зум, и он вырос от 52 до 70 мм с апертурой 2.4. Последняя камера, которая стала ощутимо лучше, это ширик на 16 мм. Сенсор стал больше, а апертура 2.2. В этот раз Sony замутили коллабу ZEISS, чтобы улучшить свое стекло. И это однозначно помогло с бликами, особенно при съемке против света. Камера стала реально лучше, чем в Xperia 1. Это касается всего детализации шумов, картинки, цветов и динамического диапазона. Может показаться, что фотографии на Xperia 1 получаются более резкими, но это не так. Достаточно просто кропнуть картинку и убедиться в том, что иллюзия резкости создается за счет примесей шумов, шарпа и артефактов. На Марке 2 картинки получаются чистыми. Это первый телефон Sony, который наконец-то избавился от этой примеси грязи и шумов. А если сравнивать с XZ2, лучше не сравнивать. Даже если вы купили Марк 2 не из-за ее камеры, то по-любому из-за ее фич. Взять хотя бы приложение Photo Pro, разработанное специально для этого телефона. Оно спокойно может заменить основное приложение в телефоне. Как минимум, потому что оно работает намного быстрее. Photo Pro позволяет подбирать любые настройки, а его интерфейс приближен максимально к камерам Sony. Для человека, который годами профессионально снимает портреты, гоняет на съемки журналов и проще, это просто вынос мозга. Это то же самое, что если бы вы могли играть полноценно в PlayStation на телефоне, и не за счет облачного сервиса. В этом приложении я могу выставить что угодно в ручных настройках, и зону покрытия фокуса, баланс белого, ISO, выдержка, все, что только возможно. Но самое главное, что вы можете использовать просто авторежим в этом приложении. Следовательно, вы все равно получите отличный результат. А еще это приложение можно привязать к кнопке камеры, и когда вы ее нажимаете, телефон разблокируется и сразу открывает Photo Pro. Еще одна потрясающая фича в этом телефоне – это автофокус. Такого нет нигде. Здесь используются алгоритмы из профессиональных камер Sony. Здесь есть как и точки фокусировки, которые вы можете видеть на экране, так и, конечно же, фокус на глаз людей, а также животных. И работает он с ног сшибательно. Я не могу представить свою профессиональную работу на камеру без фокуса на глаз. Я всегда буду уверен в том, что лицо человека в фокусе. Это как фокус на лицо, только умноженный на несколько раз. Так что я могу не волноваться, зато в фокусе будет человек, который я сфоткаю, или нет. Спустя многое количество фотосессий на этот телефон, я убедился в том, что он работает отлично, примерно совпоставимо даже с моей Sony A7R4. Трекинг глаза также работает отлично на животных. Он отречит отлично бешеную собаку, например, или вашего жирного котана может отречить. Всему этому способствует iToF-сенсор, который измеряет расстояние от камеры до объекта. Также это помогает быстро фокусироваться телефону и в плохом освещении. Есть ли телефоны, которые дадут картинку лучше? Разве что при сравнении фотографии с лупой. Мы снимали в авторежиме достаточно много, и большая часть результатов сильно порадовала. В некоторых случаях было необходимо использовать ручные настройки. В первую очередь хочется отметить, как органично и естественно выглядят фотографии. В них нет перешарпов, тонной обработки и прочего. Основная камера самая светосильная, поэтому на нее вы и будете снимать чаще всего. У нее есть очень много сильных сторон и фич, которых нет у конкурентов. Например, в режиме фотографирования 20 фпс с трекингом глаза она одновременно и тречит, и фоткает, и меняет экспозицию. Эта камера делает ставку на скорость, и именно с ней вы сможете поймать идеальный кадр. Конечно, есть и другие камеры. Например, ширик, который стал намного лучше того, что в Xperia 1. Он сильно меньше шумит, а фотки с него получаются супер резкими и кайфовыми. Можно фоткать хоть вечером и получать вполне сносный результат. Вы можете выключить искажения и эффект рыбьего глаза в настройках, но я предпочел оставить их, чтобы получать максимальный угол обзора. Конечно, как и у любого ширика, здесь побольше шумов и меньше ДД, чем у основной камеры, но результаты хорошие. Еще одно крупное улучшение, конкретно в этом ширике, это появление автофокуса и фокуса на глаз. Ширик — это вторая по частоте использования камеры в среднем, и хорошо, что здесь он удался. Зум-камера, настал твой час. При хорошем свете она снимает достаточно хорошо. Картинка резкая, идеально для портретов. С автофокусом, однако, не все так гладко, иногда он может скакать. Стабилизирует зум слабее, чем предыдущие камеры, но при 70 мм тряска простительно. По шумам камера выдает средние результаты, но даже с ней при правильной работе можно будет сделать достойные кадры. Зум тоже трэчит глаз и снимает 10 фото в секунду. И хоть с новым обновлением мы не завезли ночной режим, гады, который есть в Xperia 10 Mark II, но телефон все равно отличнейше фоткает в темноте. Я уже демонстрировал этот пример, но покажу его снова. Вот имитация того, как было на самом деле, а вот фотография в авторежиме с рук ночью. Знаете, что это за мужик? Это мой батя, и видно его просто отлично. На фото умеренное количество шумов и нету смаза. Этого результата более чем достаточно для съемок при плохом освещении. Главное покрепче держать камеру. Она любит, когда ее сжимают покрепче. Теперь поговорим о RAW-съемке, которую добавили с новой прошивкой. В RAW можно фоткать на все три камеры и никаких ограничений. RAW работает только в приложении PhotoPro. Это и хорошо, потому как вряд ли вы вообще захотите использовать стандартное. Нам предоставляют выбор, фоткать в JPEG, RAW или, что самое удобное, в RAW плюс JPEG. Телефон сохраняет сразу два варианта, и потом вы можете детально обработать понравившееся фото. Как и с любым RAW, вы получаете максимально сырой и шумный файл. Глядя на это безобразие, начинаешь понимать, как много алгоритмов Sony запекают в JPEG. Для шумоподавления, цветопередачи и резкости. Вы получаете очень шумные фото, и чтобы убрать весь шум, придется превратить фотку в мыло, буквально. Поэтому лучше сохранять и улучшать детализацию, ведь все эти шумы в том же Инстаграме и ВК не так сильно будут бросаться в глаза. Короче говоря, в RAW можно сделать фотки по своему желанию, пофиксить ошибки, цвет и получить более резкие результаты. И запомните, при съемке в RAW решает только пряморукость и знание Lightroom или другого софта. Еще учтите, что серийная съемка в RAW недоступна. Теперь к видео. В 4К вы можете снимать со стабилизацией на все основные камеры. Стабилизация в 4К работает намного лучше, чем в Xperia 1, а там она была полным говном. Теперь же она просто хороша. Она однозначно не лучшая из всех, но работает надежно. Увы, это касается только основной камеры и ширика. У зума, конечно же, все не так хорошо, ну как и ожидалось. Стабилизатор у Sony, конечно же, работает лучше всего в Full HD. Там он летает просто как Гагарин в космос. На основную камеру получаются отличные резкие 4К ролики, с отличной цветопередачей и резкой картинкой. Радует, что экспозиция меняется плавно, а вот за светами бывают проблемы, они не глушат с автоматикой, хотя динамический диапазон сенсора позволяет это сделать. Картинка хороша из ширика и стабилизирует он хорошо, так что снимать на него просто одно удовольствие. На зуме 4К видео уже средняк, вылазит много шумов и, конечно же, появляется роллинг-шаттер. А вот на основную камеру и на ширик в 4К желе уже почти нету. Зато на зуме у нас полноценная пати из мармеладных мишек. На самом деле, видеосъемка это не самая большая киллер фича этого смартфона. Как минимум, потому что в телефоне отсутствуют базовые фичи, например, 4К 60fps. Ладно, 3 года назад не было, когда у всех только появлялось, но сейчас мы в 2020 году, это в любом китайфоне есть. Про 8К вообще молчу. Такое ощущение, что они ждали выхода Sony A7S III, прежде чем впихнуть еще в какую-то свою камеру 4К 60fps. Да, без них можно спокойно прожить, но в 2000, мать его, 20-м году, позорище Sony, стыда общественное порицание, даже у меня уже бомбануло. Не помогает в этой ситуации тот факт, что нас теперь еще лишили 1000 fps в Full HD. Теперь нам дают кошерное слоумо в 120 fps в 720p с кропом. Здравствуйте! Так что, друзья, про съемку любого слоумо на телефоны Sony можете забыть, потому что они решили полностью забить болт и вырезать все к херам. Ситуацию хоть как-то спасает наличие Cinema Pro. Шикарного приложения, разработанного совместно с киноподразделением Sony CineAlto. Я уже говорил в обзоре на Xperia 1, что это на крутейший инструмент для пряморуких. За год я снял несколько роликов и получил отличные результаты. В этот раз приложение получило несколько улучшений, которые однозначно радуют. Во-первых, именно там можно снимать 4K 60p с битрейтом в 90 мегабит. Да, они есть, и снимутся они там отлично, потому что будут в 10 бит 4х2х2, а это прямо топ. При цвет кори небо не сыпется и гораздо меньше артефактов. Еще можно снять 2K видео в 120 fps, тоже в 10 бит и с HDR. Вы получите замедленный файл в 60 fps с битрейтом в 70 мегабит. И потом уже сможете сами замедлить его еще больше. Это тоже очень круто, но почему, если это может быть здесь, этого нет в стандартном приложении 16 на 9? К тому же приложение снимает всегда только в HDR. По сути, он заменяет тот же лок, и выключить его нельзя. Есть возможность выставлять и ручной фокус, который также можно будет ставить на тайминг и сделать автоматикой плавный перевод. И это очень здорово. Стабилизация в Cinema Pro работает похуже. Есть все другие настройки. ISO, затвор, баланс белого, так что развлекайтесь. Приложуха максимальный топ для таких, как я. Мой друг, пластилин, пластилин, я леплю из него мир, новый мир, новый мир. На-на-на-на, мали, новый амфетамин. Мой друг, мой друг, мой друг, мой друг, мой друг, мой друг. И наконец фронталка, она здесь в лучшем случае средняк. Фотки днём хорошие, резкие, но бывают засветы. Вечером же так себе, включайте экранную вспышку. Видео тут ещё хуже, Full HD 30 FPS, мыльный стаб и, короче, полный беспредел в шумами. Результаты вы можете получить хорошие, но только в отличных условиях. А так это очень слабая фронталка и не понимаю, почему они её просто не заменили. Ещё из минусов про камеры вкину режим боке. Здесь он просто отвратный. Я считаю, что все режимы боке на любом телефоне выглядят как неестественное ещё говно. Но здесь это говно ещё говнее, так что, друзья, здесь он не юзабельный. Господь всемогущий! И наконец-то он закончил все свои вопросы про камеру, и можно перейти к куда более важным вещам. Например, к звуку. В этом плане здесь всё по меньшей мере шикарно. Mark II располагает всем для любителей упороться в музло. Сбалансированный джек с усилителем в 2020 году? Держите! Hi-Res аудио и прослушивание 24-битных флагов? Пожалуйста! Теперь и по воздуху! Правда, сделать это пока получится только с новыми выхухолями. В смысле, с WH-1000XM4. Sony встроили сюда и отдельный чип для обработки 360 Reality Audio, что даёт самый объёмный звук, который вы где-либо можете получить. Да, для этого нужны специальные треки, которые можно получить лишь по подписке в дизере. Но слушая эти треки в WF-1000XM3, понимаешь, это реально что-то новое в мире аудио. Здесь же есть Dolby Atmos и система подавления ветра. Так что, как бы ветер не бесился в микрофон, слышно вас будет прекрасно. Контрабанду привезли. А ещё наступки. Меняю на оборудование. То есть, как бы, сейчас, понимаете, сейчас сложная ситуация, поэтому за аренду оборудования платим контрабандой. Кубинские сигары. Вот. Спасибо огромное. Ееееее! Ждите обзор с ним на Xperia. Не менее важный аспект, подвергшийся огромным колоссальным улучшениям, это динамики. Они оба спереди, фронтальная стерео, сбалансированные громкостью звука и звучат хорошо. После Xperia 1 небо и земля. У звука почти осязаемая глубина, а высокие звучат кристально чисто. Есть телефоны громче и ясен фейк, но эти динамики по громкости вас не разочаруют. Динамики по громкости вы сможете пихать петлички микрофона и использовать телефон, чтобы записывать звук качества. Самой сильной стороной телефонов Sony в звуке было всегда аудио по блютузу. И здесь они шагнули еще на шаг вперед, добавив Hi-Res Audio Wireless. А если говорить про громкость наушников, то на 70% громкости наушники уже расчленяли мою барабанную телефонку. Сжигали, обосывали, потом снова сжигали и расчленяли. Громкости здесь хватит на более чем. Так что если вы хотите слушать музыку на максимум, этот телефон даст вам все, что вы захотите и вы будете наслаждаться музыкой. Sony отлично поработали над аккумом и сделали прирост с 3300 матч до 4000. Однако скорость зарядки выросла незначительно, всего лишь на 3 ватта и теперь их 21. Здесь Sony значительно отстает от китайфонов, но нельзя сказать, что телефон заряжается медленно. Те, кому не хватало беспроводной зарядки в Xperia 1, танцуйте, ее все-таки завезли. Есть здесь и старый добрый режим стамина для сохранения заряда, пока телефон заблокирован, а также режим сохранения батареи за счет медленной зарядки с 10 до 15% до заветной сотки. В Xperia 1 был нормальный аккумулятор и, несмотря на 4К-экран, его хватало спокойно на день. И пусть орды кукарекают про то, что телефон с 4К-экраном не продержит заряд. Но вот только на практике эти кукарекающие сливаются уже в течение 5 лет, как Sony выпускает телефоны с 4К-дисплеями. Xperia 1 Mark II отлично держит батарею и, например, за 25 часов использования, прослушивания музыки, YouTube и прочего, у телефона еще осталось 25% заряда. Если вы до сих пор думаете, что телефон с 4К-дисплеем не может хорошо держать заряд, советую вам вернуться обратно в 2015 год. Там Xperia Z5 Premium передает вам привет. Есть еще одна крутая фича, это HS Power Control. Это вы втыкаете зарядник и телефон использует энергию от сети напрямую. То есть аккумулятор не заряжается, следовательно, и не греется. Это просто must-have фича, если вы часами любите играть в игры. Аккумулятор не будет греться, следовательно, тепла будет меньше производиться и это будет меньше влиять на процессор. За полтора месяца использования телефон у меня не перегревался ни разу. Не было ни значка перегрева в камере, что при съемке 4К-30 фпс на улице, в солнце, в жару. А так все отлично, перегрева нет, максимум телефон может нагреться в руках. Производительность телефона однозначно радует. За счет 865 снапа и 8 гигов оператива все порхает как бабочка, жалит как пчела и очень быстро открывается. Если смотреть на цифры, то здесь мы получаем под 550к баллов в Antutu. Это, конечно же, не топовый результат на фоне кит-айфонов, но на практике телефон летает покруче ракет NASA. Никаких фризов и тормозов замечено не было. Что ни говори, а у Sony самая чистая оболочка, без мусора и вырвиглазных дизайнов и значков. К глубочайшему сожалению, Sony убрали свой альбом. И теперь использование Google Photo причиняет сильнейшие боли в ректальных пустотах. В конце концов, можете глянуть сравнение техно-ника, который сравнил телефон на скорость работы со всеми флагманами. И пока Mark II остается первым в его списке. А ссылка на этот видос традиционно гниет в описании. У Sony превосходный менеджмент оперативы. Вы можете иметь все 16 гигов, но когда разворачиваете приложение, а оно перезапускается снова, это говорит лишь о плохом менеджменте рамы, что встречается в большинстве телефонов. В Sony же все оптимизировано нежными язычками тысячи лучших инженеров рынка. Сеть тоже ловит отлично. В российской версии разблокирован 5G, но пользоваться им мы пока не будем, чтобы не травмировать впечатлительную Викторию Боню. В телефоне также установлен Wi-Fi 6, а вот с аксессуарами для телефона пока туговато. И вы найдете их только в официальных магазинах Sony. Что еще сложно достать, так это сам телефон. Его моментально раскупают по предзаказам уже третий месяц. Кажется, это самый долгий обзор на телефон, который я когда-либо делал на канале. И знаете что? Я старался скрупулезно изучить каждую деталь этого телефона, чтобы рассказать вам о нем. Это было непросто, и скорее всего у многих у вас все равно станутся какие-то вопросы про телефон. Я рвал жопу на британский флаг, пока делал этот обзор все эти полтора месяца. Я проделал херову тучу съемок с моделями, под съемы самого телефона, написал 30 тысяч символов, которые сложились в этот мать его текст, смонтировал этот видос и конечно же купил сам этот телефон. Но это все не важно. Главное, что я делал это с душой. Я хотел максимально рассказать про телефон, которым я буду пользоваться весь следующий год. И хотел, чтобы вы знали все его плюсы и минусы. Полагаю, если бы я его не полюбил, я бы так сильно не старался. И теперь я хочу подвести итог. Xperia 1 Mark II это показатель того, что Sony хотят снова попасть на лимб. И не за счет продаж, а за счет своего умения сделать что-то особенное и потрясающее. Сделать это красиво. Сделать оригинальное устройство, которое не будет копировать остальные, но при этом все будет таким же отличным. Это не идеальный смартфон, а смартфон лишь для тех, кто хочет получить все эти особенные фичи из альфа-камер, потрясающий 4К дисплей и отличное аудиоустройство. Xperia 1 и Xperia 1 Mark II это показатель того, как Sony старается. И того, что каждое их новое устройство может делать не шажок вперед, а целый прыжок. Рад ли я камеры? Да я с нее просто теку. Ну и хрен с ним, что нет 120 Гц. Я смотрю на потрясающую детализированную картинку в 21 на 9. Какую я слушаю музыку, да какая разница. Даже Моргенштерн, господи, упози через этот телефон, звучит как настоящая музыка, а не пердеж. Я считаю стоимость этого устройства в 80 тысяч рублей полностью оправданной. Это самое топовое устройство Sony и оно стоит 80 тысяч рублей. Это дешевле, чем самый топовый Huawei, дешевле, чем Note 20 Ultra и прочие конкуренты. Все зависит только от вас. Хотите ли вы что-то особенное или просто набор цифр и бенчмарков? Я же выбрал для себя особенное устройство, которое будет в течение года впечатлять меня каждый день. А знаете, что еще могло бы меня впечатлять каждый день целый год? Это активность на этом канале и, конечно же, в Дискорд сервере, в котором я общаюсь с вами каждый день. Ссылки в описании. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. Это единственная плата за все мои труды, за такие долгие и сложные труды. Надеюсь на вашу поддержку, друзья. На этом канале говорят с душой и искренне. Так что подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, как вам ролик. И увидимся с вами в следующих роликах. Всем пока!